Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинский русский драматический театр имени Станиславского подготовил для зрителя новую постановку. Пьеса получила название «Игра в слепую». Она затронула проблемы религиозного экстремизма. За активную позицию по запрещению ядерного оружия. Карагандинский художник Карибек Куюков может быть номинирован на Нобелевскую премию среди претендентов и президент Нурсултан Азарбаев. Более двух тысяч блинов за несколько часов съели карагандинцы. Широкие народные гуляния вновь устроили на Масленицу. Более 60 миллионов долларов было выделено на модернизацию карагандинского литейно-машиностроительного завода. Уникальное оборудование и полное усовершенствование проходит КЛМЗ с 2014 года. На каком уровне и как проходит модернизация узнавал наш корреспондент. От маленьких болтов до больших металлоконструкций производит фирма «Мейкер». Карагандинский литейно-машиностроительный завод специализируется на изготовлении и ремонте горно-шахтного оборудования. Технологические переделы завода, механическая обработка, сборочно-сварочное производство, термическое инструментальное производство, ремонт станочного оборудования и многое другое. По плану модернизация должна завершиться в июне текущего года. На сегодняшний день выполнено более 70% работ. Почти все новое оборудование уже получено. Некоторое введено в эксплуатацию. По проекту было рассчитано увеличить количество рабочих мест на 99 человек, половину из которых уже приняли на разные должности. Проект модернизации стоит 61,5 миллиона долларов. Здесь 10% корпорационные вклады денег и на 90% в эркализинг. Проект на мощность рассчитано на увеличение номенклатуры, выпускаемой заводом, с 5 тысяч до 15 тысяч. Также, если сейчас завод работает только на корпорацию, мы рассчитываем выйти на внешний рынок, также начать работу с Китаем и с Ираном. Поэтому мы планируем увеличить мощность, выпускаемую заводом. То есть, если сейчас мы выпускаем до 3,5 тысяч, 4 тысяч тонн в год, мы планируем выйти на 12 тысяч тонн в год. На производстве трудятся представители чешской компании. Там и было в основном закуплено оборудование. Например, горизонтальный обрабатывающий центр. Это высокопроизводительный металлорежущий станок. Кабина этого оборудования обеспечивает безопасность работникам завода. После модернизации завод обновится на 80%. Лариса Хусынова, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Игра в слепую» – так называется театральная постановка, которая недавно была презентована жителям шахтерской столицы. Спектакль посвящен проблеме экстремизма и терроризма. Жанна заявлен как шахматная партия в одном действии. Премьера состоялась в стенах русского драматического театра имени Станиславского. «Тем, у каждого будет свой пляж и столенок. Я хочу, чтобы у каждого был такой пляж. Вот мечта. Какие дома есть уже у дома? Дом Ариан Бассейн». Откуда это все пошло? Почему мы взяли, театр взял эту пьесу? Откуда это взялось? Почему именно эта тема поднялась? В театр поступил заказ от Управления по делам религии написать пьесу по сегодняшней проблеме, сегодняшнего мира, скажем, проблема, которая существует во всем мире. И наш театр пошел навстречу и, естественно, не отказал. А всесторонне, как мог, мы начали помогать в этом, в продвижении этой темы, в смысле, в предотвращении, скажем так, распространения экстремизма. Сценарий основан на реальных событиях. В подготовке помогали консультанты, религиозные деятели и сотрудники силовых и правоохранительных органов. На написание сценария ушло всего два месяца. По словам режиссера, была проведена большая работа. Нужно было подобрать актеров, проводить бесконечные репетиции и разрабатывать декорации. Примечательно, что все актеры, задействованные в постановке, служат в театре имени Станиславского. О трудностях в процессе подготовки рассказал Денис Цветков. Трудности были в написании текста, потому что тема, она очень необычная, скажем так, тема ислама. Так как я не отношусь к мусульманству, поэтому для меня были очень сложные вопросы. Пришлось перечитать очень много литературы, для того, чтобы понимать то, о чем будут говорить персонажи. Потом то, как они будут говорить. Главные герои спектакля – молодая пара, которая едет отдыхать в Тунис. Но романтическое путешествие обернулось трагедией. Девушка стала жертвой теракта. Супруг, переживая смерть любимой, попал в сети вербовщиков и сам чуть не стал убийцей. На протяжении всего вечера зрители были вовлечены в действие, внимательно наблюдая за игрой актеров, не упуская из виду все эмоции и переживания. По задумке автора, пьеса должна стать уроком для молодежи и предупреждением для родителей, что беда у наших дверей, и очень важно уберечь себя, своих детей, и не открыть дверь не тому человеку. Игра в слепую призывает относиться к жизни как к наивысшей ценности. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев и почетный посол проекта «Атом» карагандинский художник Карипек Куюков выдвинутый на Нобелевскую премию. Об этом сообщил директор научно-исследовательского института Офис мира Базеля Алин Варе. Активист за антиядерное движение подчеркнул, что оба номинанта достойны по-своему. Они внесли неоценимый вклад в процесс уничтожения ядерного оружия. Проект «Атом», который ведет карагандинский художник Карибек Куюков, рассказывает о воздействии ядерного оружия на человечество и окружающую среду. И также поддерживает идею ядерного разоружения. В заявке художник назван героем ядерного века, так как родился без рук из-за последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. Но несмотря на врожденные дефекты, Карибек пишет картины маслом и акрилом, держа кисточку в зубах, а палитру – пальцами ноги. В своих работах он призывает мир отказаться от ядерного оружия. По Караганде вместе с автомобилями по автотрассе проехал самолет. Большой ажиотаж и множество обсуждений вызвал видеоролик, опубликованный 25 февраля. Очевидец снял видео, проезжая по трассе под крылом самолета. Ролик снят в темное время суток. Из-за этого не удается разглядеть модели воздушного судна. Однако видно, что это большой самолет, по всей вероятности пассажирский. Куда и откуда направлялся самолет пока неизвестно. К счастью, обошлось без дорожных происшествий. Судно ехало на небольшой скорости и с сопровождением. Три человека госпитализированы с различными травмами. В результате массового ДТП на трассе Караганда-Астана. Авария с участием 10 автомашин произошла недалеко от Асакаровки. По предварительным данным, столкновение произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Видео массового ДТП сняли очевидцы. Столкновение 10 автомобилей, в том числе трех грузовых, произошло возле станции Асакаровка. Спровоцировал аварию водитель автомашины Toyota Mark II. По предварительным данным, он врезался в грузовик из-за плохой видимости и метели. В результате массового столкновения водитель автомобиля Toyota Mark II и двое пассажиров госпитализированы. По данному факту начато досудебное расследование. Из-за затора сотрудники ДП приняли решение не препятствовать другим автомобилям в проезде и организовали объезд места происшествия по встречной полосе. По факту ДТП, имеющего место на автодороге Караганда-Астана проводится досудебное расследование по статье 345, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 26 февраля, около пяти часов, не доезжая к поселку Асакаровка. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий, между собой столкновались 10 автомашин, 3 грузовых и 7 легковых автомашин. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Mark II и двое его пассажир различных травм госпитализированы. На сегодняшний день по данному факту проводится расследование. Продолжаем выпуск. Более двух тысяч блинов сели карагандинцы на площади перед Дворцом культуры горняков. Громкая музыка с народными песнями заряжала народ прекрасным настроением. Так отметили масляницу в Караганде. В народном гулянии приняла участие Лариса Хусейнова. Масленица – это древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Славяне праздновали его в дни весеннего равноденствия. А главным смыслом всех мероприятий было желание задобрить природу, чтобы получить хороший урожай. Масленица была воспринята христианской церковью фактически как религиозный праздник. Но в нашем городе этот день стал праздником дружбы народов. Общественное объединение «Казачья вольница» вновь устроило широкое гуляние. Этот праздник мы проводим уже пятый год на крыльце Дворца культуры горняков, за что мы очень благодарны Дворцу культуры. Они всегда идут к нам навстречу, они всегда нам помогают, они всегда делают все возможное от них и все, на что хватает у них сил. Но мы, естественно, стараемся не подвести, стараемся, чтобы праздник прошел весело, зажигательно, на пользу зрителям, на пользу нашим жителям. Фольклорные коллективы пели традиционные песни, а заводилы устраивали конкурсы для малышей и взрослых. Прохладная погода не испортила праздник. Много карагандинцев собралось перед Дворцом горняков. Артисты, исполнявшие народные песни, остались довольны восторженной публикой. Песня «Олмасленица» о том, как ее празднуют в народе. И праздник вообще замечательный, потому что все вы видите, сколько людей собралось, какие гуляния, это же здорово. Мы вообще только пришли, погода, конечно, подвела чуть-чуть, в прошлые дни так тепло было, думали, что может потеплее будет и сегодня. Но все равно весело, надеемся, мы пришли на чуть-чуть его посмотреть. Праздник очень хороший, насыщенный. Я очень рад, что в нашем городе сохраняются традиции. Такой красивый праздник. Очень хороший праздник, веселое настроение. Всех с праздником, всем здоровья, удачи, всего хорошего. Для жителей города это был настоящий праздник. Организаторы провели большой концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов города. Все желающие могли полакомиться вкусными блинами и согреться горячим чаем. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня Благодарности студенты медицинского университета и академический оркестр имени Таттимбета организовали благотворительный концерт. Все вырученные деньги будут переданы нуждающейся семье, а кому именно это определит Ассамблея народа Казахстана. Все деньги, которые были выручены за билеты на этот концерт, будут адресованы кому-то наиболее нуждающемуся. Мы пригласили сегодня представителей Ассамблеи народа Казахстана в этот зал, потому что именно Ассамблея народа Казахстана сегодня является координатором благотворительной деятельности. Не так давно в Казахстане первый день весны стал новым чудесным праздником. То и дело, вокруг слышно обычное слово «Спасибо». Все мероприятия в День Благодарности направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Коалиция демократических сил Карагандинской области полностью поддерживает приоритеты посланий президента, а также политический курс, направленный на дальнейшую индустриализацию. Такое заявление местные демократы сделали на специальном заседании. Коалиция демократических сил Карагандинской области представлена не только членами правящей партии. Своих представителей в организации представили и другие политические силы, именующие себя демократическими, как то партия Акжол и неправительственные организации. Названия разные, но в обсуждении основных приоритетов послания президента демократы были едины. Заместитель председателя областного филиала партии Акжол Канад Гильдабеков заявил, что именно за инновациями и новыми производствами будущее Казахстана. Естественно, каждое общество, каждая страна сегодня буквально выживает. И выживет, и окажется, возможно, в ближайшее время, в 30-е, самая сильная экономика, самая стабильная республики, страны, которые действительно основу взяли тут модернизацию. Без этого абсолютно нет будущего. Каждый участник находил свои приоритеты в послании главы государства. Профсоюзным лидерам, например, понравилась идея модернизации рынка труда. Имеется в виду в том числе и переобучение работников. Но также будем обращать внимание, что, как нам уже говорили, существует период полураспада компетенции. Это, допустим, инженерная специальность составляет 7 лет, а некоторые специальности 2 недели в месяц. На это мы будем тоже обращать внимание нашей молодежи, чтобы молодежь могла идти в ногу со временем, постоянно обучаться, совершенствоваться и быть конкурентоспособной. Так скажем, лобильной или мобильной к тем моментам, которые сейчас возникают в связи с реформами и в связи с изменяющимися мировыми тенденциями. В заседании коалиции демократических сил также приняли участие депутаты областного маслехата, представители Ассамблеи народа Казахстана и общественных объединений. Каждый из выступающих отметил чрезвычайную важность приоритетов, обозначенных президентом в своем послании. Андрей Тенес, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Одежду с изображением казахского быта продемонстрировали местные дизайнеры. В Караганде проходит пятидневная выставка продажа нарядов, изготовленных мастерами нашего региона. Подробности торжественного открытия расскажет Лариса Хусаинова. Айжан Шахманова приехала из города Тимиртау, чтобы показать коллекцию лучших нарядов, выполненную своими руками. В 2009 году девушка окончила Карагандинский колледж моды. После этого, сидя дома и воспитывая двоих детей, Айжан всерьез занялась шитьем. Сначала принимала заказы у знакомых и родственников, а в 2011 году открыла свое ателье. В месяц у меня примерно 10-15 заказов. Все мои родственники, знакомые часто обращаются ко мне. Я хожу по магазинам, смотрю интересные платья, а потом сама пытаюсь сделать подобное. Сама я одеваюсь только в свои наряды. Марина Зорина несколько лет назад приехала из России. Раньше она устраивала модные показы известных модельеров. В Караганде Марина увидела таланты местных дизайнеров и решила, что нужно больше рассказывать о казахстанских товарах. Так и появилась идея организовывать выставку-продажу для дизайнеров нашей области. В проекте принимают участие как молодые дизайнеры, так и дизайнеры, которые работают уже больше 10 лет. Некоторые дизайнеры просто отшиваются, как швей на заказ. Наш проект дал им возможность выразить себя именно как дизайнера. Цель наша в чем? Чтобы помочь нашим именно карагандецким дизайнерам реализовать свои возможности на уровне обычных покупателей. Чтобы они могли показать покупателям всю свою продукцию. И каждая женщина могла подойти, посмотреть эту продукцию, пощупать, потрогать и, допустим, приобрести ее для себя. Продукция вся в небольших количествах шита, то есть каждый образ будет неповторим. Восемь молодых и перспективных дизайнеров смогли продемонстрировать свои наряды для жителей города. Повседневная одежда, вечерние платья и одежда с национальным принтом. Все это горожане смогут увидеть и приобрести в торговом доме Таир в бутике Универмаг Кизет. Лариса Хусынова, Жакстолк Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1-1 в серии. В Караганде прошли первые игры плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги России. Минувшую пятницу хоккеисты Сарарка выиграли с разгромным счетом 6-0. Однако на следующий день проиграли со счетом 0-4. В пятницу 24 февраля Карагандинская Сарарка с разгромным счетом 0-6 выиграла у клуба «Звезда» из подмосковного Чехова. В этот день на радость болельщиков забивали только хозяева. В стартовом периоде карагандинцы забросили три шайбы. Две из них в большинстве отличились Александр Юксеев, Валерий Поляков и Олег Ломако. Во второй 20-ти минутке гости завладели инициативой, но распечатать ворота Георгия Гелашвили так и не смогли. А единственную шайбу второго периода, да еще в меньшинстве, забросил Данил Ердаков. И со счетом 4-0 команды ушли на второй перерыв. Третий период также остался за Сарааркой. В оставшееся время карагандинцам удалось увидеть еще две шайбы, заброшенные Артуром Сарваровым и Эдгарсом Сингсона. Первый матч закончился с неприличным для гостей счетом 6-0. В плей-офф такие результаты большая редкость, однако «Звезда» нашла способ отомстить. С самого начала второго матча стало понятно, что молодые армейцы вышли умирать, но выигрывать. У хозяев же напротив сквозила вальяжность. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил наставник Сараарки. Вот поэтому «Звезда» и разгромила хозяев, забросив четыре безответные шайбы. Равная игра. Где-то нам сегодня повезло. Вот. Ну и борьбу. Борьбу все равно много проигрываем борьбы. Едем с Чехов. В принципе, все у меня. Нельзя, да, в таких играх, в играх плей-офф, совершать такие детские ошибки. В частности, второй, третий гол, которые, да, на своих ошибках, в принципе. Выигранное вбрасывание пропускаем игрока в один раз практически. Так что команду «Соперник» с победой. Счет 1-1. Начинаем с селя. Как говорится, едем, да, в Чехов. Готовимся, делаем выводы определенные. Не вся команда сегодня, да, играла на том уровне, на котором может. Будем разбираться с этим, делать определенные выводы, потому что одну игру сыграли, выложили, вторую уже не смогли найти, да, того лидера, который поведет за собой. Ответные матчи со звездой Сарарка проведет уже в гостях у соперника 28 февраля и 1 марта. Дома болельщики увидят свою команду в субботу, 4 марта. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова